Всем привет! Сегодня у нас 6 февраля 2016 года, время полвторого, точное московское время. Сижу я сегодня в теремочке, завтракаю утром. Тут мне бах на телефон приходит оповещение в одноклассниках. У Владимира Ушакова ДР. У Владимира Ушакова это Кроха, кто не знает. Но я думаю, мои подписчики постоянные в курсе, кто такой Крохан. Ну так вот, я прям сходу беру, набираю ему. Занято. Набираю через минуту. Гудок пошел. Привет, Крохан! Кричу. Здорово. У тебя ДР сегодня? Он такой, знаете, как кот. Да. Во, говорю, красавчик. И сколько тебе стукнуло? Он кричит так же, как и тебе. Ёппересе ты, говорю. Володя, стареешь. Тридцатка уже. Скоро труха сыпаться начнет. Он говорит, да, есть такое дело. Ну, я ему пожелал там всего. Говорю, Крохан, давай, здоровье самое главное, взаимопонимание между близкими, финансовое благополучие, чтобы у тебя было на хорошем уровне. Ну и всего-всего тебе самого наилучшего. Он такой, знаете, спасибо. Красиво. Он недавно себе сделал безлимитный интернет и тоже начал смотреть иногда мои видео-дневнички. Говорит, подсел на твой дневник. Давай экшена, экшена больше. Почему нету событий? Че ты постоянно дома сидишь? Володя, кричу. Не переживай, все будет. Это все ерунда. Говорит, ты меня в дневничке-то поздравь. Твои подписчики меня знают там. В онлайне. Ладно, Крохан, кричу. Уговорил. Так вот, как и пообещал, Володя, с дыре тебя, с днюхой, с тридцаткой. Треть жизни прожита, как минимум. Повторюсь еще раз, здоровье, взаимопонимание и финансового благополучия. Смотри на мир позитивно, и мир тебе ответят тем же. Приезжаю я домой сюда, набираю его. Сестра за вчера, за пятницу, уже шмотки свои все собрала. Полкомнаты сумок. Сейчас я начну свои собирать, докурю. Приступим. Привет. Собрала. 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 Или собрала? Собрала. Собрала, правильно, да? Ну, сам факт. Теперь я иду собирать свои шмотки. Свои две сумки. Ну, я заехал с двумя сумками, с двумя сумками я уеду. Вот, видите, это все Ленкина, все сеструхина. Даже медведь, которого мы ей подарили в 12-м году. Самое главное, не забыть фикус. Вот этот фикус мой. Он переезжает у меня с квартиры на квартиру, с работы на работу. Сотруделный пример. Сотруделый пример. Сотруделный пример. Сотруделный пример. Сотруделый пример. Сотруделый б RSV-1 настволь Using him бор remain. Конق aplicов он пометил в 10-м году. Сотруделый пример. Сотруделный пример. Сотруделый к 00. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот это все сеструхина. А, еще цветок со мной был. Фикус мой любимый. В новое местечко поедешь, дорогой. Газелька приедет в 4 часа. Заказали ее. Стоит 2300 рублей. Все это загрузим и поедем. Как в аптеке, ребята. Смотрите, время 15.57. Газель приехала. Начинаем. Пиле Ир. Камеру надо забрать. Смотри, Наташ, ну вроде все. Игорь, ты забрал своего этого? Да, я жала. Все? Ну вроде это. Все? Спасибо вам за предоставленную арендную площадь. В течение этих многих лет все дела. Мы там в гости приедем. Приезжайте. Как-нибудь на какой-нибудь праздник. Созвонимся в 21 век. Дашка, какашка. Все, прощай. Давайте, удачи вам. Как там это? Прощай Беляева. А там я скажу привет Дубровке. Давайте. Ты что босиком-то? Блин, а что я босиком? Я, короче, понимаешь, волнуюсь. Вот теперь точно все. Все, давайте тоже не поминайте лиху. Конечно. Все, звоните на связи. Вы тоже. Обязательно. Вот и наша газелька грузоперевозки называется Газелькин. Ох, как скользко. Сегодня ночью обещают похолодание в Москве. Так, пока все сюда. Газелькин. Грузовое такси. Загружаемся и едем на Дубров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая у нас квартирка. Новенькая. Со старыми дырочками. Сейчас будет обзор. Давайте. Привет, Дубровка! Привет, Дубровка! Да, это наша новая хата. Трешка. Одна комната. Суетом. Суетом загорелась. Вот вторая комната. А в третьей комнате у нас тут... Света нет. Надо делать выключатель, короче. Ну, поняли, да? Как я говорил, есть мебель 20-х годов, 20-го века. Видите, какие дубовые досочки. Есть баня. А как же без бани? Светом приди. Света пришла. Ура! Ой, где даже перепад высот есть. Тра-та-та-та-там. На все про все у нас ушло 1 час 40 минут. Кухня. Рюмочки стоят. Здесь был только я вчера, Витек. Я там ничего не вытаскивал. А, значит, ты передвигал просто, потому что здесь все по-другому было. Что здесь было по-другому? Столик тут стоял. Какой столик? Телевизор. Это там вроде стоял. Нет. Это тут стоял, этот здесь стоял. Тут что-то стоял, потому что мы тут подойти не могли сюда. Витек, тебе кажется? Здесь ничего не стояло. Здесь все как и было. Видите, какой бардак, да? Да, предыдущие жильцы оставили. Фу. Да, жиром, да, сколько Ленки вечей вешать не переехать. Такими быть. Все, ребятки, мы переехали. Теперь будем потихонечку здесь обживаться на новом месте. Шмоток, да? На улице пацаны идут, говорят, нифига себе вещей. Ну, все это легенькое. Подушки, всякие одеялки, ноутбуки. Время московское. Знаете, сколько? 047, 7 февраля. Да, уже почти час ночи. Ну, мы более или менее привели в надлежащий вид квартиру. Весь лишний хлам выкинули. С братаном сделали, наверное, рейсов 5-6 на мусорку. Все лишнее нахрен повыкидывали. Это мой диван, на котором я буду сегодня спать. Ну и, в принципе, всегда буду спать в ближайшее время. Его нужно еще раскопать. Решили поставить этот шкаф чуть ближе сюда, чтобы он был как бы стенкой. Шкаф из комнаты сестры решили поставить вот так. Ну, типа такой проходик небольшой. У меня получилась комната непроходная. Ну, типа изолированная. Систер уже спит. Тут тоже все уже спят. Потихонечку обживаемся. На кухне все без изменений. Все так же. Только что съел роллтон. Скажем так, поужинал. Вообще, пиво, выпитое сегодня, немного вечер разнообразило. Я бы так сказал. Конечно, бардак. Кто спорит? Артем Князь хочет добавить вас в друзья. Добавить, добавить, добавить. Всех троих. Шестнадцатый год. Февраль месяц. Седьмое число. Число седьмое. Игорек в новой хате. Да, ребятки. Это я. Собственной персоной. На кухне. В перископе. Курим. Раскапываем кровать. Диван. И ложимся в банки. Раскап senin козь.